МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Покой только снится, кто и как накажет любителей шуметь по ночам. Рука утопающему, когда в крае увеличится число отделений палеотивной помощи. С нуля алтайские целинники сегодня отмечают юбилей освоения залежных земель". Итак, наши новости начинают работу в эфире. В студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Нарушители общественного порядка ждет реальное наказание. Алтайские депутаты сделали еще один шаг к тому, чтобы за ночной шум штрафовали. Этот законопроект стал одним из главных на февральской сессии законодательного собрания. Подробнее об ее итогах расскажет Анастасия Дороган. Покой жителям края пока только снится. Закон о тишине есть, ответственности нет. Дело в том, что по закону протокол наказания хулиганов могут составлять лишь представители муниципальной власти, а не полицейские. Сегодня право на оформление такого документа передали краевым чиновникам, которые, в свою очередь, подпишут, наконец, соглашение с МВД. Вызывая при ночных шумах, скажем так, нарушение тишины ночью, либо в иное время запрещенное, сотрудника полиции реакция будет моментальная. Приезжает сотрудник полиции, он уже может составить протокол, и виновник будет наказан. Еще одна старая проблема – безнадзорные животные. Депутаты повысили годовой бюджет для отлова, содержания, вакцинации, стерилизации зверей до 8 миллионов рублей. Но воспользоваться этими деньгами смогут не все, а лишь в тех селах и городах, в которых есть пункты содержания животных, где звери приходят в себя после процедур. Я подчеркиваю, ни один на сегодняшний день муниципалитет не имеет места содержания. Мы поймали собаку. Куда ее? В кабинет главе села? Этих нормативных документов нету, поэтому те средства, которые выделяются, они не осваиваются. Муниципалитеты на сегодняшний день от этих средств отказываются. Эти нормативы, где содержать собак сколько дней, должна прописать Госдума. Краевые законотворцы намерены участвовать в разработке. Также сегодня депутаты официально исключили из списка на капремонт почти 200 домов, в которых меньше пяти квартир. Они вряд ли бы дождались своей очереди. Это дома, которым не один десяток лет. По ним будем искать способы, каким образом будем ремонтировать. Но в данном случае это необходимо, потому что очевидно, что до 43-го года у нас эта программа рассчитана. Наверняка они не успеют саккумулировать, накопиться необходимые средства для проведения капремонта. Для таких домов обещают придумать свою программу поддержки. А жильцы, которые решили копить деньги на капремонт на своем спецсчете, будут ждать перехода от общего котла рекоператора не год, а полгода. Депутаты полагают, что такие темпы ускорят процесс обновления домов. Анастасия Дроган, Николай Шелком. Наши новости. В Михайловском районе депутаты местного совета пытаются отменить подскочившие тарифы на тепло. Напомним, в начале года одновременно с другими муниципалитетами в районе выросла стоимость услуг ЖКХ. Особенно сильно это отразилось на отоплении. Тариф вырос примерно в полтора раза, что сильно ударило по кошельку жителей. В среднем вместо двух тысяч за двухкомнатную квартиру. Им теперь приходится платить по 4-5 тысяч в месяц. Недовольство жителей дошло до депутатов районного совета, и они приняли решение отменить повышение тарифов. Но, кстати, в ноябре прошлого года они же постановили эти тарифы повысить. Впрочем, глава Михайловского района считает, что шансов на обратное решение нет. По его словам, стоимость одной гигакалории и так долгое время оставалась заниженной по сравнению с реальными расходами энергетиков. При себестоимости в 3 тысячи продавали по 2 тысячи. Предприятие по году имело 15-миллионные убытки. На сегодняшний день 3,086, который тариф непосредственно, и он не подкрывает всех убытков предприятия, так как в данный момент себестоимость той же гигакалории обходится в пределах 4 тысяч. Он также отметил, что районная прокуратура подтвердила законность повышения тарифов. Чтобы хоть как-то уменьшить расходы, жителям района предлагают обращаться в службу соцзащиты для оформления субсидий. В то же время депутаты обратились ходатайством к главе региона с просьбой помочь дотациями Михайловским тепловикам. 200 тысяч жителей края страдают от сложных генетических нарушений. Сегодня в мире отмечают День редких заболеваний. Из регионального бюджета на лечение в прошлом году выделили 200 миллионов рублей. В этом году сумма уменьшится в 4 раза. В бюджете региона заложено всего 50 миллионов. 22 пациента, которым требуется дорогостоящее лечение, возьмет на себя федеральный бюджет. Это будет стоить 170 миллионов. Всего в крае зарегистрировано 16 редких заболеваний. Это юношеский артрит, нарушение обмена меди, преждевременная половая зрелость, синдром бабочки и другие. И только треть больных – взрослые. Они, как правило, страдают от серьезного нарушения обмена веществ и нуждаются в специальных продуктах. Остальные пациенты – дети. Все заболевания, одним словом можно сказать, что это генетические заболевания, это генетические поломки в разных областях организма. Хочу сказать, никто у нас не остается без внимания. Все, кто входит в регистр Министерства здравоохранения Алтайского края, все они получают какое-то лекарственное обеспечение в обязательном порядке. Теперь каждый даже неизлечимый больной будет иметь право на медицинскую помощь не только в стационаре, но и у себя дома. Это стало возможным благодаря новому законопроекту о совершенствовании палеотивной помощи в России, который одобрила Госдума на прошлой неделе. В Алтайском крае в палеотивной помощи нуждается почти 10 тысяч человек. Но медики доходят далеко не до всех. Как будет работать новый закон в регионе и чем помочь всем, кого уже нельзя спасти, расскажет Валентина Аскерова. Видите как? Дефицит жидкости однозначно. Вот здесь она болтается. У половины неизлечимых больных в край рак. Пациенту на этой кушетке, назовем его Сергей, полтора года назад поставили диагноз рак желудка. Сделали операцию, не помогло. Теперь раз в месяц, а то и чаще пожилой мужчина вынужден приезжать из Заринска. В противоболевой кабинет барнаульского онкодиспансера. В родном городе таких пока нет. Мне сказали там, мы ничем вам помочь не можем. Наш херовка. Вот и все, я развернулся и пошел домой. Я только за, что дома. Но не ездить сюда каждый раз. Но у нас это, наверное, долго ждать придется. А это единственное в Барнауле отделение палеоативной помощи на базе Третья горбольницы. Здесь 20 мест и ни одного пустующего. В стационаре есть дорогостоящие оборудования и препараты для поддержания жизни при сильной боли или нарушении дыхания. И стационар это пока единственная возможность получать такую помощь. Но уже через пару месяцев ситуация должна измениться, говорят врачи. И многие пациенты, возможно, навсегда забудут о больничных койках. Новый законопроект о палеоативной помощи подарил возможность неизлечимо больным получать всю квалифицированную помощь медиков у себя дома, а не проводить последние драгоценные дни вдали от родных и близких. К началу лета, когда завершится обучение специалистов палеоативной помощи, в крае заработают четыре выездные бригады. Две в Барнауле, в Бийске и Рубцовске. Тяжелобольным медики будут приезжать домой. Выездной кабинет почти готов. У нас, в принципе, все есть. В принципе, вот это оборудование, согласно новому положению, мы, в принципе, тяжелым больным. Мы можем отдавать на руки. Медикаменты закуплены на федеральные деньги. Напомним, всего в стране на развитие палеоативной помощи выделено свыше пяти миллиардов рублей. Благодаря этому в Алтайском крае, помимо выездных бригад, запланировано открытие дополнительных кабинетов и отделений. На сегодняшний день практически на стадии завершения работа по открытию восьми кабинетов палеоативной помощи. Смоленское, Рубцовск, Бийск и четыре в городе Барнауле. Планируется открытие также некоторых отделений, пусть небольших, пять-десять коек в центральных районных больницах. Помимо медицинской помощи, неизлечимо больные нуждаются в психологической поддержке. А здесь серьезная проблема. Специалистов нет. В последний раз, рассказывают медики Барнаульского отделения, психолог проработал один день, больше не выдержал. Навещают пациентов волонтеры. 23 февраля в отделении звучала музыка, песни, танцы. Жизнь продолжается. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжаем. В общественном транспорте Барнаула можно расплатиться за проезд с помощью банковской карты с бесконтактной технологией. Всего таким сервисом оснащено уже более 600 автобусов, троллейбусов и трамваев. Схема оплаты достаточно проста. Клиент подносит банковскую карту или другое устройство, например, смартфон, в котором установлено приложение к специальному терминалу. Такой аппарат есть у кондуктора или водителя. После операции пассажир на руки получает билеты. Необходимая сумма списывается со счета. Этот проект был создан благодаря соглашению между Сбербанком и муниципальным предприятием Центр Транс при поддержке администрации Барнаула. Да, могли ли о таком мечтать, не то что мечтать, а хотя бы догадываться, алтайские целинники, которые сегодня отмечают юбилей освоения залежных земель. Ровно 65 лет назад в край прибыл первый поезд с комсомольцами, которые приехали осваивать территорию, теперь уже аграрного региона. Накануне ветераны Целины собрались в Доме культуры села Бочкари. Их поздравили депутаты Краевого законодательного собрания Вадим Смагин и Государственной думы Александр Парокопьев. Я уверен, что без вас Алтайский край не получил бы, наверное, эту особую роль в сельском хозяйстве целой страны. То, что сегодня происходит у нас в регионе, в том числе в Целинном районе, это продолжение вашего труда, вашего дела. В 50-е годы первопроходцам пришлось самоотверженно трудиться, осваивая нетронутые земли, выращивая на них пшеницу. Тогда на Алтае было распахано около 3 миллионов гектаров новых целинных земель. В масштабах страны это 23%. Целинникам в честь круглой даты вручили подарки. Студенты местного лицея испекли символичный хлеб по традиционному рецепту из зерна, собранного с тех полей, которые начали возделывать их деды. Да, завтра наступит пока календарная, но весна. Многие уже начинают готовиться к лету. Чаще обычного посещают фитнес-залы, садятся на диеты. Но не обязательно ограничивать себя в еде. Можно правильно выбрать продукты. А вот какие и где, расскажем далее. Без вредных добавок, красителей и консервантов. Все больше современных людей предпочитает полезную, здоровую и вкусную пищу. В магазине альтернативного питания сыроедов продовольственная корзина удивит своим разнообразием. Здесь можно купить колбасу или даже майонез. В этих продуктах нет жиров животного происхождения, сахара и соли. Если вы предпочитаете вегетарианскую пищу, то сыроедов – находка для вас. А в преддверии Великого православного поста здесь можно найти продукты, которые разнообразят постное меню. Также у нас можно приобрести биомороженое. Оно подходит и для диабетиков, и для спортсменов, и для детей есть специальная линейка. Есть также сахарозаменители разные. В магазине сыроедов есть продукты для кондитеров. Какао-масло, какао-тертая, кокосовая продукция. И уже готовый хлеб из цельнозерновой муки. Кстати, здесь же вам сделают муку из любых злаков – зеленой гречки или пшеницы. А еще приготовят свежевыжатое масло, например, из зерен льна или расторопши. На ваш выбор. Магазин экологических продуктов сыроедов – полезно, значит вкусно. Специалисты советуют заботиться о своем здоровье и регулярно проходить медицинские осмотры. Ведь болезнь проще предупредить. К тому же комплексное обследование можно делать быстро и в одном месте. Еще немного полезной информации прямо сейчас. Городской центр медосмотра был открыт для удобства граждан города Барнаула. Все врачи находятся в штате на своем рабочем месте с 8 до 17.00. В какое бы время вы к нам ни подошли, утром, в обед или вечером, вы сдадите все свои анализы, пройдете всех специалистов за один свой визит. Здесь вы можете пройти комиссию на санитарную книжку, оформить справку на права категории АБЦДЕ вместе с ЭЭГ, справку на владение оружием, справку на север, справку на трудоустройство и пройти профосмотр по приказу 302Н. Медицинский осмотр работников – это лечебно-профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушения состояния здоровья работника и медицинские противопоказания к работе. Цель медицинского осмотра – это раннее выявление заболевания, которое является основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Также раннее выявление факторов риска и развития этих заболеваний. А также хотелось бы сделать акцент на водительские права. Многие приходят отягощенными заболеваниями, боясь, что это станет препятствием к дальнейшему вождению. Мы сводим вашу боязнь к минимуму. Наши врачи компетентно и правильно определят медицинские противопоказания и показания. С целью ранней диагностики различных заболеваний проводится в Диалмеде ультразвуковое исследование различных систем и органов, в том числе и молочной железы. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического на флору и цитологического на типические клетки исследования не реже одного раза в год. Женщины старше 40 лет подлежат обязательному обследованию УЗИ молочных желез один раз в два года. Каждая организация сталкивается с необходимостью проведения медицинского осмотра своих сотрудников. Наш центр имеет государственную лицензию на проведение медицинских осмотров сотрудников, занятых на вредных или опасных производствах. Медицинский осмотр в нашем центре проводится определенным составом врачей, имеющих необходимую специализацию и профпатологию, во главе которого стоит врач-профпатолог. Обратившись на центр, вы будете сотрудничать с одним менеджером, который будет вести вас от момента обращения до выдачи заключительного акта. Мы рассчитаем для вашей организации стоимость медицинского осмотра в соответствии с количеством сотрудников. Определим удобный график прохождения медицинского осмотра и время прохождения. Обратившись к нам, ваши сотрудники проходят всех специалистов и сдают все анализы за один раз. После чего один ответственный от вашей организации по договору забирает все необходимые документы и передает в организацию. Мы будем рады сотрудничать с любой организацией по оптимальным ценам. Мы приглашаем вас в нашу клинику, будем рады вам помочь. И в завершении выпуска о погоде. Первый день весны в крае переменная облачность, возможен снег. Самый холодный день будет в Колунде и Славгороде минус 4. Около ноля в Рубцовске, Змеиногорске и Заринске до трех тепла в Бийске. В Барнауле тоже возможен снег и 3 градуса выше ноля днем. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.